Радио, теле, видеослушатели, Шрай, Шрайта, выпуск 8. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о композиции, а именно искусстве написания музыкальной композиции. Лекция эта была вдохновлена одним постом, размещенным на музыкальном ресурсе, где молодой, не оперившийся, зеленый, с молоком на губах не обсохло, молодой человек жаждет выразить свою божью искру в креативное русло и написать музыкальную композицию. Так как он никогда прежде этим не занимался, молодой человек спрашивает советов мудрых у старейшин, у уже состоявшихся композиторов. Так вот, вдохновением для этой лекции послужил ответ, который получил молодой человек. А сейчас там проведут эту тележку с трупами. Для того, чтобы ворваться в мир композиции, прежде всего, тебе необходимо знать музыкальную теорию. Музыкальную теорию мы представляем, как она выглядит. Так, даже если вы не знаете теорию. Это телеграфный столб, провода на телеграфном столбе и птички сидят, да? Всем нам эта картина знакома. А здесь такой офигенный. Или басовый. После того, согласно словам этого гуру, который обращается к неоперевшемуся птенцу, он говорит, что для начала изучи телеграфные дела, потом научись играть на музыкальном инструменте, на пианино или на гитаре, и затем, применяя теоретические знания на инструмент, приступай к созданию своих нетленок. Дамы и господа, это пиздец. Я развожу руки, заламываю руки, руки. А если сказать, что я не согласен с этим мнением, значит, вообще ничего не сказать. Подобный подход изучения теории, а затем через креативные жернова прогоняния этой электрической лисы, молния, штундук, выпуск работает в совершенно другой сфере, работает успешно и абсолютно необходимо. Я сейчас говорю о литературе. Для написания художественного рассказа человеку необходимо знать грамматику языка, в котором он пишет, иметь какой-никакой словарный запас, знать, что такое знаки припинания и приступать к делу уже только после этого. Это логично, неизбежно. К сожалению, не зная всего вышеперечисленного, написать связанный, интересный, да и вообще рассказ не представляется возможным. Однако нам нужно вспомнить о том, что такое литература и что такое литературные произведения и к чему они в нас, людях, обращаются. При прочтении литературного произведения мы пользуемся той частью своего разума, которая является рациональной, математической, научной, можно сказать. Все это, конечно, бред, но вы не сдавайтесь. Образно выражаюсь, но понятно, о чем речь. Математическая часть, так называемая правая или левая полуша. Так вот, и читая текст, мы пользуемся тем же самым отсеком себя, как и автор текста, потому как литература это земля слов, логоса и логики. Музыка же обращается к совершенно противоположной эмоции. Музыка говорит на языке эмоций, и рассудок к этому не имеет никакого отношения. С простым доказательством этого является то, что в разных частях света люди воспринимают грустные и веселые песни приблизительно одинаково. И они ни за что не перепутывают эмоцию, которую вызывает похоронный марш с лесгинкой, например. Потому что это вызывает с лесгинкой. И здесь мы подходим к моему сегодняшнему аргументу. Если человек будет писать музыку, эмоциональную картину, эмоциональный щипач мозга, пользуясь рациональной, литературной частью себя, то в лучшем случае он может добиться отражения, какой-то копирки эмоций, которую кто-то сказал словами, а вы потом еще перевели с древнегреческого. То есть, есть такие композиторы? Есть. Они садятся и думают. Так, мы будем играть в таком-то ключе. Тем самым мы себя ограничим вот этими нотами. Все, что берем, да? Краски и раскладываем их на зюзики. На пюпидрики. Теперь я могу использовать только вот эти вот цвета. И затем он начинает их засовывать. Это вот сюда. Эти птички сюда. Эти птички сюда. Проигрывает у себя в уме. Так, я нахожу сюда. Это уже начинается какая-то шахматная партия, когда проигрываются три ноты, а потом у него есть несколько вариантов. Да, то есть, может, если вы когда-нибудь слышали, вслушивались прогрессию музыкальную, да, я сейчас пользуюсь теоретической терминологией, но я думаю, что такие вещи, как прогрессия, известны предимателям всем. Так вот, он доходит, например, раз. Тан-тан-тан-тан. И вот с этого тан он может пойти вниз, тан-тан, например, или он может пойти вверх, тан-тан-тан, тан-тан-тан, но он не может пойти, например, сюда, в какую-нибудь совершенно странную дебри, и это поломает ему весь карбюратор математический. И на этом его песенка будет спета. А почему он сидит и мозгует? Так, как же мне решить эту гибраическую задачу? И вот он его написал, вот он его проиграл, доволен, недоволен, написал 5-10 вариантов, отсек лишнее, на выходе мы имеем довольно-таки неплохо. В лучшем случае, в худшем случае, дела обстоят вот так. Ну и тут еще капюшон, да? Как говорится, неверный вариант ответа. Применение литературного логического метода к написанию музыки. Результат налицо. Как же быть? В чем же ответ? Как бы я ответил молодому птенцу? Совершенно, опять-таки, логично. Если для написания литературного рассказа, который читается рациональным разумом, мы используем рациональный разум, то для написания музыкальной композиции, которая обращается ни к чему иному, как к нашим эмоциям, необходимо воспользоваться эмоциональным инструментом. И, что тоже весьма логично, говорить об этом труднее, чем показать. Потому как даже для описания эмоционального инструмента, инструмент рассудка и логики не подходит. Переместимся же в студию. Потому что только в студии можно по-настоящему ощутить силу процесса и вовлеченность определенных чувств, которых мы в данный момент микроскопируем в это действие. Необходимо взять в руки музыкальный инструмент. И одной из методик, которой я пользуюсь для создания музыки, я могу начать с какого-нибудь куплета или проигрыша, который у меня уже есть, который появился таким же точным путем. И в случае, если я совершенно заблудился, в своих похождениях я всегда могу возвращаться к оригинальному ритму и продолжать играть. Но, в первую очередь, и самое главное, так как мы пишем эмоции, нужно ощущать эмоции, нужно прочувствовать грув. И ни в коем случае, никогда, никогда не опасайтесь сыграть неправильные ноты. Пусть неправильных нот будет много. Если грув на месте, то это совершенно не важно. Далее следует умопомрачительное соло, которое, ввиду качественных соображений звуковой полости, было решено исключить. Для иллюстрационных целей просмотр всего этого ролика совершенно необязательным. Достаточно лишь послушать пару крайне хреново записанных моментов. Продолжение следует... Стоит, наверное, заметить, что данный метод не только хорош для написания музыкальных композиций, но и подходящ для оправданий некачественной игры на музыкальном инструменте. Ведь всегда можно сослаться на тот факт, что я не избегаю плохих нот, я не боюсь сыграть не то, а посему я крут, а не лох. Существует, однако, и второй метод, которым я часто пользуюсь для написания треков. Я заплутился в своем ремне, Моя надежда упала в грязь, Моя свобода от грызок крылья, Я полечу назад. Говорю я сейчас о вокальной импровизации. Для того, чтобы начать издавать композицию таким образом, Достаточно лишь прислушаться, Прихотеться, Причувствоваться К звукам, которые в данный момент не звучат. На определенном ментальном уровне, Подобные вибрации весьма ощутимы, Едва лишь стоит научиться их слушать, При этом не применяя никакого давления, никаких усилий, Все должно быть легко, Джага-джага, Оу-Ди. Чаще, чем нет, Определенная часть прицепляется к рту И повторяется. Затем уже поверх, На зацикленный вокальный кусочек, Который почти всегда приходит с текстом. И текст, ряд зачастую, Имеет строго эмоциональное значение, То есть рационального смысла В таких текстах, как правило, нет. Ну, они там и не нужны. Всем известно, что Зачастую наилучшие песни, Они совершенно лишены смысла, Если читать их на бумажке. Так же и здесь. Записанная таким образом мотив, После используется как подкладка для инструментов, Которая накладывается поверх. Ощущение, что все это к чему-то идет, Выражается в припеве, Которая, так сказать, Разряжает обстановку. А затем уже дело вкуса. Я даю себе отчет, что этим видео обосрал практически всех своих друзей и их методы творчества. Посему, чувствую себя обязанным совершить дисклеймер, Что я не присягаю, что моя точка зрения самая лучшая и верная, Но она самая лучшая и верная. Всем пиз! С вами был Барбаронт. И да, чуть не забыл. Если ты хочешь услышать эту песню, когда она будет завершена, Подписывайся на мой канал, И я ее однажды размещу. Я все-таки музыкант Или музыкло Музыкло